Уследователь, да, можете исследовать, пусть он включится. Петухов. Смотрите, этот каст адвоката, я ему написал, уже зарегистрировал 7 сентября, сразу вам даю копию. Так, Александр, человек, мужчина, собственно, не Александр. Подождите, куда пойдемте, я отказался официально от Ларисы Ивановны, это моя воля, вам, как человека, да, это Ларисе Ивановне. Не, я вам просто, а смысл, зачем туда идти? Я отказался, нет, отказался написал. Все, все. Куда пойдемте? А? А зачем? Зачем? Нет, по-первых, здесь в этом заявлении нет моей фамилии, пускай напишут. От адвоката. От следователя этого не можете отказаться. Тоже могу, почему нет. Я вам просто сообщаю, если есть сообщение преступления, я вам просто даю, на вас сообщение преступления написано. В консервию зарегистрировано, да. О том, что вы вступили в преступный сговор вместе. Сгибать со мной? Ну да, конечно. Ну, потому что я же вас не нанимал. Если нет, если вы уходите сейчас, я с вами не пойду уже туда, все. Если вы сейчас уходите туда, то я, значит, соответственно, вас убираю из этого сообщения преступления. Вот копия сообщения преступления. Ну, почитайте просто, о чем там речь идет. Вы на протокол следственного действия напишите, что вы отказываетесь от дальнейшей работы от услуг моих и от других нет адвокатов. Какое следственное действие? Какое? Ну я вам там скажу об этом. Нет, вы мне здесь скажите зачем. Вы отказываетесь являться? Я не хочу туда идти, да, сейчас. Вы отказываетесь. Спасился адвокат. Этот адвокат отраздался. Вы в пятницу тоже не приехали. Вдвоем мы с вами пойдем. Вы помните, что вы в пятницу не приехали? В пятницу мне сообщили, что я не могу права ехать. Я следователь вам сообщил об этом. А мы вообще с вами не на связи. Да, я сообщила, что вы сказали, что вы мне рассказали, что вы не придете в пятницу. А зачем я вам должен говорить? Мне телефон забрали. Вопросы все к Максимову. Да я не собираюсь никакого Максимова. У вас повестка была? Вы пришли в пятницу. Повестки у меня не было. На кого вы писали повестку? Не знаю, у меня лежит. Ну не знаю. Что там расписано? Что там расписано? Вы на кого повестку выписывали? На вас. На кого на меня? На вас. На кого на меня? На человека, на гражданину или на физлицо? На вас. А я уточняю. Нет, на человека. Вы же мне сказали, давайте выписываю на человека. Я говорю, выписывайте на человека. Вы же не выписывали на человека. Почему? А вы не Каменюк Александр Борисович? Нет. А кого вы имеете в виду, когда говорите ко мне, Александр Борисович? Человека, физлицо или гражданин РФ? Не надо мне эти вопросы. Как это не надо эти вопросы? Нет. Вот я человек, я вам дал свою волю человека. Меня теперь называют только так, человек Александр. Или человек мужчина, собственно, Александр. Я тоже много хочу, чтобы меня называли, но тут ничего не поднялось. Поэтому только так теперь ко мне обращаться. Нет, вы мне скажите, вы не отказываете к семьянице ко мне? Кто я? Сейчас. А вы кого вызываете к себе? Кого вызываете к себе? Давайте по вашему. Александр Борисович. Да. Тем более не надо. Борисович. Вы кому обращаетесь сейчас? Вы кому обращаетесь? Человеку? Человеку, гражданину или кезу лицу? Нет, вы скажете, отказываетесь или нет? Кто я? Кого вы имеете в виду, когда вы ко мне обращаетесь? Короче, отказываетесь. Я понял. Все. Сообщение о преступлении на вас напишу. Высовет у меня секретаря, здесь регистрирует сообщение. Постоянка, повторяющий. Я сейчас ваших коллегах объяснила. Если вас называют, меня называют. Только если вас называют, то следует готовить, все естественно, там готовят к проведению какое-то следственное действие. Я сейчас пришла. Вы отказываетесь от адвоката. В данном случае в моем лице. Вот здесь не написано, что, допустим, вы отказываетесь от меня, то есть как адвоката по назначению, в моем лице. Вы тогда протокол говорите, что я отказываюсь от проведения данного следственного действия с учетом того, что я не желаю работать с данным адвокатом. Это публичное и общественное место. Мы не нарушаем закон. Это основание. Вам дают тогда пять дней для того, чтобы другого адвоката себе могли сказать. Это где написано все? Нет. Нет, ну я серьезно сказал, что где написано все, что вы рассказываете. Я не давала добро на съемки. У меня есть право. В должностной лице я имею право снимать. В должностной лице у меня есть право снимать. Статью назвать, где вы сами знаете. Вы знаете, мне надо умничать. Я не умничаю, я знаю, что я права. Я адвокат для назначения в данном деле. Я знаю свои права. Где режимный объект? Где режимный объект? Кто сказал, что режимный объект? Вы знаете, он закон на режимный объект? Смотрите, вам объясню, адвокат вообще не должен сновиться. Ну, чтобы вы понимали. Какая разница? Вы здесь. Давайте с режимным объектом. Разница один вон. Адвокат, а другой вон. Каким законом? Так, о том и речь. Законом установишь режимный объект? Конечно. Каким законом? Если вы снимаете, я предлагаю. Каким предлагаю? Ну, я не цирку устраиваю. Какой статьей закона, регламентированное, сказанное вами? Наше общение заканчивается в мире. Именно в моем лице. Вы заведите меня сегатарей, а сообщите на преступление. Живой человек, он уже написал все. Он изложил свою горе изъявления. Это достаточно. Этого достаточно. Этого достаточно. Вот горе изъявления достаточно того, что он написал. От любой защиты он отказался. Конечно, поэтому мы снимаем, потому что ничего хорошего нет. Куда? Повестки у меня не было. Еще раз говорю. Мне повестку никто не вручал. Ни на пятницу, ни на сегодняшний день. Я вам в присутствии адвоката ее обидел. Адвокат мне и нужен. Я уже сказал. Адвокат 7 сентября еще отказался. Я вам ответил на это. Вы мне на ответы не ответили нормально. Письменно в виде ответа не видел никакого. Я вам отправил. Как вы отправили? Мой отказ дайте мне ответ. Пойдемте. Нет, здесь выносите. Я не хочу туда заходить. Имею право на это. Я имею право на это. Семен Борисович, вы с меры пресечения, вы не забываете... Какая мера пресечения? Кому? Кому мера пресечения вынесены? Не мне. Кому? Человеку, гражданину или физлицу? Понятно. Непонятно. Мне, допустим, непонятно. Вы идете сюда? На мои ответы вы не ответили. Нет, секретаря мне сюда, чтобы я зарегистрировал сообщение о преступлении на вас. Слушайте, вы по-нормальному разговариваете? Я по-нормальному разговариваю. Не надо мне, понимаете? Я нормально разговариваю. А что? Как вы с вами общаться по-другому? Мне нужен секретарь. Если еще, вот я смотрю, зарегистрировано 7.09. Если вы знали, что поступило заявление, что он отказывается от адвоката, почему вы тогда меня вызываете? Здесь, конечно, не указана моя фамилия, но тем не менее, он отказывается. Когда вы отправили? А я тогда для чего сюда пришла? Я отказал. А мне надо удовлетворять мое ходатайство. Это не ходатайство, это моя воля. Я ее заявил, заявил. Единственное, в вашем заявлении нет конкретики, фамилия. Я от любого адвоката так отказался. Ну так вы бы... Там написано от любого адвоката. Какая разница? Действующий, не действующий. А потом от рассвета своих последующих адвокатов. От любого адвоката. У меня не обострение, а это у вас обострение в семье. Вы что, не умеете читать документы, что ли? Я написал вам четко, ясно, что я отказываюсь от любого адвоката. Это мое право. Что значит нет, не пойдет? Ну не пойдет, идите с адвокатом вместе там разговаривайте, занимайтесь подписанием документов вдвоем. Вы нанимаете адвоката или кто? Я не доверял человеку ничего. Я контракт с ним и подписывал, договор не подписывал. Вы ему доверяете, вы деньги им платите. Кто в итоге платит деньги адвокату? Вы платите деньги. Значит, а ваш доверитель, ну так через вас платите следственный комитет? Вы пойдете со мной. Я еще раз говорю, через вас платят. Еще раз говорю, вы пойдете со мной. Значит, вы нанимаете человека, вы ему платите, так вы с ним общаетесь тогда идите вдвоем. Я-то при чем здесь? Меру пресечения надушайте. Какую меру пресечения? Я ему подписываю не выездить. А я никуда, я здесь нахожусь. А почему я на лежащий себе веду? В чем я себя неплохо веду? Пойдемте работать, значит. Идите работайте вдвоем. У вас есть адвокат, идите работайте вдвоем. Вы его наняли, вы ему платите, идите работайте вдвоем. А кто нанимал? Кто ему будет платить? Не я. Ну, я не знаю. Не предлагайте. Я тоже не нанимал, да. Я договор не заключал, контракт не заключал. Нет, это не концерт, это мои права, которые я отстаиваю. Я о своих правах заявил публично. Пожалуйста, отказ есть. Понятно. Мое уволеизвление есть, поэтому какие проблемы? Изначально, когда поступила заявка, у вас было заявление на то, что вы согласны на услуги защиты. Я не соглашался ни о чем. Но только у вас же было заявление. Для проведения сердственных действий. Вы кому обращайтесь, еще раз говорю, к человеку, гражданину или физлицу? Я не знаю, кто такой Александр Байсич Каменюк. Вы кому обращайтесь, к человеку? Какой право-статус личности мы установите, пожалуйста? Мой право-статус личности, согласно 62-й статье, обвиняемого в Конституции нету. 62-я статья Конституции Российской Федерации. Есть человек, есть гражданин, либо физлицо. Вы кому? В социальном кодексе есть обвиняемый. Вот вы обвиняемый. Я не обвиняемый. Вы отказываетесь? Я не обвиняемый. Я человек. Не нарушаю ничего. Я как человек ничего не нарушаю. Вы мне ничего не говорили, мы не оповещали. Обвиняемый это не я. А вы кого-то там обвинили, обвиняемый, выясните, с ним разговариваете. Вы даже расписывались, что вы обвиняемый. Не расписывался, нет. Есть в уголовном деле документы, есть, есть, есть. Нет, волеизвеление мое свежее. Это вы уже в своих соратниках, как вы говорите. Я вам объясняю. Вы сами не расписывались. Не расписывался. Либо под, если это было, то под принуждением, возможно. Понятно. Пойдемте? Нет, я никуда не пойду еще раз говорю. Отказываетесь? Отчего? Александр Борисович, ну отказываетесь. Вы к кому обращаетесь, еще раз говорю? К человеку, гражданину или Каменюку. К Каменюку Александру Борисовичу. Ну, я и не Каменюк Александру Борисовичу. А кто вы? Я человек, живой мужчина с именем Александр. Я понял. Самилия имя есть? Я могу им пользоваться при необходимости. В данный момент необходимости нету такой. Отказываетесь идти? Ну, вы пойдемте со мной. Я еще раз говорю, к кому обращаетесь? К вам. К кому ко мне? К вам. К вам лично к вам. Я с вами вообще не знаком. Я понял вас. Я человек, еще раз говорю, да. У меня право статус такой. Я имею право никуда не ходить с вами. Я понял. Да? Ясно. Все, вы уходите? Секретаря, вы мне позовете для регистрации сообщения о преступлении? Хорошо, я сам позову. Александр Борисович, вам поведение следователю для проведения следственных действий. В соответствии со статьей 188 УПК РФ вам надлежит прибыть 14 сентября 22 года к 13 часам 30 минутам в отдел по расследованию особо важных дел СОСК России по Камчатскому краю по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, дом 105. Кабинет номер 209, следователь по особо важным делам Петухов ДМ. Ну, то есть ко мне. Для допроса в качестве обвиняемого по уголовному делу. Как я могу понять, что вы Петухов ДМ? Я вам представлялся. Я вам представлялся. Вы без формы, находитесь в розамской форме одежды. У вас есть удостоверение личности? У вас есть удостоверение личности? А, конечно. Вы не подтвердили мистер полномочия, в основном, из-за запросы. Ваш начальник, в лицо, в миссии, в городе следователю, не подтвердил вашей полномочия ничем. Доверенность у вас не вручена. В повестке вашей полномочия, кому повестка адресована? 56 минут. Александр Борисович, это минуты. Обуверенность у Александрович, кем это я? Да. Поро в статус личности. С другим адвокатом. Адвоката другого будете просевать, как хотите. Так, пойдемте, я сейчас заявление напишу на выплату. Вадим, по мне, затратим. Можно? Я сюда здесь сразу идиотовано. И все. Хорошо. Ну, я в любом случае. Получается, все видят, адвокат идет получать деньги. Я не иду получать, я иду выписывать. За счет федерального бюджета. Да. Меня назначили, я вашим коллегам на видео свое назначение, номер, дату, все указала. Конечно. Поэтому, естественно, мне зачем 10 раз это обедало? Все. Вы отказались? Все. Я написал заявление, здраво, количество дней, что мы с вами общались. Конечно. В рамках закона, если вы в этом какой-то подвох ездите. Псен Галич, 14 тысяч лажда у вас, не забудьте. Вы кому обращаетесь? Человеку, кем взлетнули гражданину? Дмитрий Михайлович, я так понимаю. А, ну, в принципе, я могу из вас это. У меня взгляды... У нас три полноса, чем в мини-потребление ваше. Он подлепил бы. Поэтому я не знаю, кто вы такой подвох ездите. Да, конечно. Или... Или сами, пожалуйста, посмотрите, что у меня времени нет. У меня заявления, у меня заявления, они отписывают. Я не буду работать. Нет, извините меня. Все, 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 все. Все. Нет, нет. Я, да, это... Пойдемте в палату звоните, жалобы на меня пишите. Я, как говорится, не раб своих клиентов. Мне инновации не надо. Вот мне готово, мне только...